Лекция 5. Тестирование веб-приложений. Это уже мы переходим к частному. Мы говорим уже конкретно о веб-тестировании. То, что меня задали в конце первой лекции, когда мы начнем тестировать сайтики. Вот, мы начнем тестировать сайтики. То есть, все то же самое. Функциональное тестирование, описание чек-листов, в случае, если это большой проект. Сейчас мы это опускаем, потому что, ну, мы представляем, что у нас проект маленький, мы это способны держать у себя в голове, в единственном экземпляре, ну, если один тестировщик. И, так, что еще? А, ну, в общем, какие-то тонкости, особенности, которые отличаются от теории. Остальное все я подразумеваю, что вы понимаете. Вот, так, поехали, особенности. Ну, какие-то подготовительные работы. Изначально, когда у вас поступает задача протестировать сайт, вы получаете, перед тем, как сесть и начать тестировать, вы сначала изучаете материал. То есть, вы изучаете саму идею. Вы изучаете, для чего это сделано, какую функцию оно выполняет. Смотрите по возможности, если есть макеты. В некоторых компаниях вы тестируете макеты. То есть, вы чисто на глаз смотрите, что всего хватает, что всех страниц достаточно нарисовано. Что переходы логичны. Что, допустим, если там несколько страниц, то они не забыли какую-то страницу. У нас был прецедент, когда за день до релиза мы выяснили, что страницы нет. Ее не нарисовали. Ну, то есть, чтобы таких приколов не было, мы смотрим. Это предварительная информация. То есть, мы не можем взять и тут поначать тестировать. Ну, считается. Потому что мы должны понимать, для какой цели этот продукт был сделан. И на что опирался разработчик при разработке. То есть, мы смотрим, как официальную документацию. В смысле, там. То, что расписал заказчик. Хочу, чтобы было красивенько, хочу, чтобы блестело. И вообще, чтобы это был файтик. Вот. И техническое задание. Там. Использовать какие-то методы, там. Такие-то функции. Ну, техническое. Вы должны более-менее плавать. Об этом, ну, вот. Технические, в самом деле. Собственно, да. Макеты, тест-планы и все остальное. Это тоже, чем сказала. Дальше. Мы проводим эмоциональное тестирование. То, о чем я вам рассказывала. Проверки работы всех обязательных функций сайта. Это все страницы. Это все. Мы чекаем все переходы. Мы смотрим, что все потому, что мы знаем, потому-то за. Что все аналогично. Все то же самое. Все, что я вам рассказывала. Только уже применяю на поход. Так. Проверка работы поиском. Ну, это всегда там особые приколы с поиском. Я думаю, что вы подумайте, прикинете. И, в общем, если что, погублите. Проверка гиперссылок. Поиск неработающих ссылок. Проверка подгрузки файлов на сервер. Проверка запасоведших счетчиков. Счетчики – это, ну, знаете, лайки. Количество просмотров. Понимаете? Ну, вот такое. Просмотр на соответствие сдержимого страниц сайта. Сходному контенту. Ну, вот, собственно, как раз тестирование по ТЗ. Здесь вопросы есть? Уточнение еще что-то? Или пока все понятно? А, исходному контенту это в ТЗ, да? Да, например, в ТЗ. Ну, там могут быть, знаешь, например, допустим, мы имеем сайт с рецептами. Рецептов у нас в тестируемой версии, ну, два, на макетах, по-моему, два образцовых. А контент тестируют – это когда мы смотрим уже все рецепты. Например. Афографические ошибки? Есть тестировщики, которые должны тестировать орфографии, я категорически против. То есть я считаю, что люди, которые учились на тестировщика, они как бы закончили техническую специальность. И все пять лет они делали упор на технические знания. Это тоже все в передакторе. Вот. Есть технические писатели, есть редакторы, есть тестировщики, приходящие из гуманитарной специальности. Именно потому, что в любом случае, рано или поздно, мы сталкиваемся с такой проблемой. У нас был просто баг дня. Я расскажу сейчас. Я тестирую, я наткнулась на баг. У нас кофемашина, она запускается с приложения. И перевод на английский. Time to try. Переводится как время молиться. Я это показала человеку, который у нас знает английский и переводит тексты. Он выпал под стол и минут пять смеялся. Оригинал. Время помола. Google Translate. Try. Молитва. Молоть. Да. Ну вот это просто баг такой у нас был очень смешной. Поэтому да, такие люди тоже необходимы. Но если вы пришли с технической специальности, то пускай лучше все-таки кто-нибудь его дублирует. Тестирование верстки. Это самое интересное. Тут стоит соединить такое понятие, как кросс-браузерное тестирование и тестирование верстки. Допустим, пять, на самом деле их значительно больше, компаний параллельно ведут разработку одного продукта. Ну, в смысле, продукта, который выполняет одни задачи. Ведут они из разных стран, с разными национальностями, со своими шаблонами и стандартами. Стандартов, кстати, никто не придумал. Они есть в 70-х годов, но вообще никак не подходят. Мы имей в виду браузер. У нас есть интернет-эксплойер, хром, файрфокс. У каждого есть своя аудитория. Каждый из них смотрит какие-то свои особенности. Если мы говорим про браузеры, то наша задача первым делом взять самый популярный браузер. Сразу скажу, это хром. Самое популярное разрешение. Самое популярное разрешение. Просто смотрим список, используем сергей на этой экране. И мы смотрим, что у нас там все хорошо, что все корректно отображается. Мы делаем полную ставку. Обычно я делаю так. Я провожу полное функциональное тестирование параллельно по спецнанте, по сверстку на хроме. Дальше я уже более поверхностно на всех браузерах смотрю подробно. Кто стоит внимания всегда? Всегда в первую очередь строит внимание хром. На втором месте идет файрфокс. Обязательно смотрим интернет-эксплойер. Это вообще отдельная тема. Потом мы смотрим интернет-эксплойер 1, интернет-эксплойер 10, интернет-эксплойер 9, интернет-эксплойер 8. А дальше уже насколько извращена у вас компания. Кто-то просит поддержку интернет-эксплойер 6. Кстати, про это у меня есть шутка. Абсолютно реальный факт. Я вам сейчас расскажу. Дальше у нас идут опера. С опера интересна. Опера старых версий была на своем движке, но потом она перешла на хромеум. Есть универсальный движок хромеум. Это опенсорсный движок, который предоставляет Google. На нем написан Safari. На нем написано теперь уже опера. На нем описан хром, и все хромоподобные, откуда поползли все эти Яндекс-браузеры, Мелгия-браузеры и прочая пигня. Они просто взяли хромеум и натернули свою морду. Отличия могут быть, но вероятность мала. Также обязательно некоторые компании просят тестировать на разных операционных системах. Обычно я смотрю Safari именно на Mac. Ну, хром на Mac, если уж хочется всем полное тестирование произвести. Вот. Вот. Я честно зацензурила, мне стало неудобно, там другое слово. Это абсолютно известный факт о том, что есть некоторый ряд сайтов, это даже не один сайт, на который, зайдя с Internet Explorer 6, ты увидишь вот такую картинку. Тебя просто пошли. Именно туда. Не туда, куда я написала, хуже. Вот. То есть Internet Explorer 6 сейчас уже, слава богу, не используют. Очень долгое время мы тестировали именно на нем. Про Internet Explorer. Вообще считается, что, ну, такой хороший тон, если ты открыл код Internet Explorer, там ничего не расколбашенный, все выглядит ничего, я не имею в виду последние версии, я имею в виду девятый-десятый. Ну, в смысле, ну, да, девятый. То это говорит о том, что разработчик использует верстальщик. То есть разработчик использует правильные стандарты. Я попробую пояснить. С точки зрения разработки у каждого браузера есть свои фишки, которые проглатывают, которые сами додумывают что-то. Ну, понятно, которые автозамену, то есть там, допустим, если мы не указали там дверста, и мы не указали шрифт, то есть мы задали основной параметр, что шрифт такой-то, а размер шрифта, полужирный, неполужирный, мы не указали. Ну, по стандарту он ставит обычный. А хромиум обычно, ой, не хромиум, а сафари обычно делают все-таки миленьким, приглаженным, адаптированным под... Ну, понятно, у них есть свои надстройки. А что такое сафари? Ой. Нет, ничего, побывайте, но на этот флор я и когда слушала, было понятно, там какой-то сафари, по-моему, появился. Есть несколько браузеров, понятно, что такое браузер? Да, это да. Вот, браузер это сафари. Есть несколько браузеров, разные компании имеют поддержку разных браузеров. Например, Internet Explorer это тот браузер, который встроен в Windows XP, Windows 7, Windows 8 и так далее. То есть это встроенный, ну, понятно, Windows. Да, я знаю. Да. Есть Opera, откуда берет свою ногу Opera, я не знаю, честно говоря. Из-за древности. Да, то есть если человек сидит на Opera, вы знаете, он такой старый, заявленный сизогмин, который знает, там, Fido. Ну, то есть Opera одна из старейших браузеров. Более того, Opera когда-то имела огромное преимущество в том, что не был такой Opera Mobile, Opera Mini, которая там работала на всех... Да, да, да. Можно немножко... Ой, сизадмин-эктики, да. Почему Opera была популярна тем, что в ней впервые появились вкладки. Ага. И на старых древних модемах можно было параллельно грузить несколько страничек, это было круто. Что касается Safari, Safari это браузер, который делает Apple, собственно, как Internet Explorer встроенный Windows, Safari встроенный в MacOS. А, Safari это встроенный браузер в MacOS. Все, я поняла. Но его можно отдельно ставить, то есть как бы на Windows тоже можно поставить, если очень хочется. Хорошо, раз то, чтобы ты понимала, вторая книжная тонкая, вторая корня. Это Safari. Ну, понятно. Все, что касается яблока, это Safari. Понятно. По умолчанию. По умолчанию, да. Ну, то есть мы, конечно, можем возвратиться и поставить все, кроме, наверное, Internet Explorer. Кстати, пробовала, не получилось. Вот. Он хорошо работает с Safari? Да, по-моему. Он работает на Chrome. Он хорошо работает. Ну, ладно. Он действительно хорошо работает. Ну, по сути, у них ядро одно и то же, что и у Chrome. Вот это ядро, оно у них одно и то же, что и у Chrome. То есть, единственное, что у Apple есть своя фишка добавить, где-то урезать, где-то добавить. Вот. Но это, в общем, не чувствуется при тестировании. Он весь такой няшненький и все, кажется, красивенький. Не советую изначально тестировать на Chrome, потому что, кажется, все очень меленьким. Потом будет очень стыдно и удобно. Да. Вот. Firefox тоже очень сильный браузер. Он имеет огромное преимущество для разработчиков до сих пор. Firefox, по-моему, чуть ли не первые ребята, которые начали встраивать дополнительные приложения. Тетерблоксы. Ну, это я расскажу чуть позже уже. Они любят такие фаербаги подгружать и так далее. Вот. Ну, соответственно, дальше идет юзобилити тестирование. Я рассказывала, что настоящий юзобилити тестирование довольно грустная штука. То есть, в плане, что это довольно сложно реализовать. Помните все, да, как это делается? Пласт людей и так далее. Обычно юзобилити тестирование сходится к тому, что мы показываем это все заказчику. Хм. А давайте мы вот это сделаем так и давайте вот так, а вот это мне неудобно. Я вдруг это понял. Мы это все записываем и переделываем в случае, если у заказчика достаточно денег или это. Ну, если он может себе этого позволить. Или если это, ну, оправданно. С этим тоже все понятно. Тут, я думаю, углубляться не буду. Тетирование безопасности. Тут мы смотрим. Наверное, активное тестирование логина и пароля туда нужно внести. Тетирование безопасности. Это мы смотрим, что нам нельзя вдруг с какого-то момента оплатить покупку, незарегистрированную с какой-то страницы. Мы берем упор именно на логику того, что вдруг пользователю не пришло каких-то лишних данных. У меня абсолютно живой был инцидент. Я тестировала движок. Разрабатываем движки. Это отдельная тема. Есть битрикс, есть жира и так далее. Ну, я объясню потом, что это такое. И я случайно, будучи пользователем, нашла админские права. Зашла на данные админские права. То есть я могла удалить весь цель. Будущим пользователем. Ну, вот это вот на уровне бета-бета-бета-тестирования. Но если кто-то зашел на эту страницу использовать, было бы не очень хорошо. Ну, это вот как раз стирование на это сходится. Оно очень важное. Стервание производительности. Относительно производительности, тут ты сам уже не справишься. Тут нужны дополнительные ресурсы. Всегда нужны дополнительные ресурсы. Что может быть дополнительным ресурсом? Серверный разработчик, которому ты говоришь, грузи ее, посмотрю, как оно работает. Серверный разработчик подает определенную установленную вами нагрузку, например. Искусственно как-то это эмулирует. А, это есть нагрузочная, правильно? Да, да. И мы смотрим, когда оно там, что с ним случится. Второй вариант. Есть специальные внутренние серверы, которые выглядят, их надо искать. Я вам сейчас информацию актуальную не буду вкладывать, потому что... Часто эти сервисы, потому что они там за полгода могут поменяться. Какие-то выкиблидеры, какие-то снетортятся. Ну, то есть тут... Ну, очень меняется. Ну, просто гуглишь сервис, нагрузочный тестер. Вот. Ну, с помощью него тестировать можно нагрузку, да? Да. А если будет какая-то? Ну, да. Ну, обычно это делается с помощью серверного, например. Ну, подается какая-то нагрузка. Ситирование быстродействия аналогично. Ищется сайт, который... Собственно, нагрузка, это мы подаем нагрузку, а быстродействие мы смотрим, когда быстро работает. То есть мы подаем, и мы смотрим, насколько загрузилось... Там еще интересные сайты, в которых написано, в каких странах, насколько быстро загрузилась эта страница. То есть это вообще очень интересная штука. В смысле сервисы? Да, да. То есть ты сюда вводишь URL-адрес. Вот. Единственное... Ну, там элементарные издания английского, русских, по-моему, нет. Но там... Это быстро гуглится, на самом деле. Ты вводишь, и он тебе подгружает такую таблицу, загрузил ее за столько-то секунд, за столько-то секунд. Ну, там красненьким, где плохо загрузилось, а зелененьким, где вообще отлично. Ну, понятно, да? Вот. Есть... Ну, это уже BlackBox. Я тоже расскажу в конце занятия. Инструменты для тестирования. Собственно, плагины для Firefox. Отдельная тема. Плагины про Firefox. Это про то, что я рассказывала. Firefox в какой-то момент занялся активной подгрузкой, созданием приложений прямо в браузере. Поправь мне, если я буду не права. Которые помогали разработке и помогали какому-то дополнительному развитию. Да, 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 да. Вообще говоря, просто в Firefox, наверное, в первом появились вот именно плагины. То есть дополнение для браузера. И всю эту красоту сделали, собственно, ребята из комьюнити, да, из общества. То есть Firebug делали не ребята из Firefox. Просто те, кто хотел иметь такие инструменты, они взяли и создали их. Сами. А, да, сами. А сейчас уже, что касается конкретно Firefox, есть Firefox for developers. Ну, типа версия, в которой уже разработчики Firefox сделали кучу инструментов для разработчиков. Я сейчас это все расскажу. Да, да, вот, все верно. Прям идеально все сказано в этом плане. Firebug – это просто светая святых всех. Да. Firebug – это то, что станет вашим другом, товарищем, общим надежным партнером. Он как раз показывает, за сколько страницы загружено. То есть ты загружаешь страницу, там внизу. Ты жмешь в 11 или в 12 уже. Вот, в 11. Там она открывается. В Chrome тоже есть преднастройка, называется настройка разработчика. Но она довольно нищая. А тут реально вот сели чуваки и написали так, как себе надо. Разработчики Firefox'а посмотрели, поняли, насколько это круто, взяли и разработали продукты. Дальше это все покрутилось огромной единицей. Сейчас есть, наверное, знаете, всякие AdBlocks'ы, которые блокируют там подачу вирусов. Есть этот, господи, Skype внедряет в браузер свою иконку, там свои дополнительные функции. То есть мы можем в браузере чекнуть на цифрки, они нам сразу начнут звонить. Ого. Извините. Вот. И... Ну и так далее. Это все начал Firefox. Сейчас это есть в Chrome, но в Firefox это все развито больше. И разрабатывается, как правило, все именно в Firefox. Понятно. Здесь основные плагины для Firefox, которые используют для тестирования. Ну, Firebug, то, что я уже сказала, и его аналоги. Там вы можете конкретно разработчику по-горячему сказать, где именно что отвалилось. То есть там, у вас произошла ошибка в процессе работы какая-то. Ну, допустим, дизлайкинилась. Непонятно почему, вы жмете Firebug, открываете, пишите в такой-то строчке просто. Разработчик понимает, в чем дело. Знает, куда лезть, как влиять. Ну, допустим. Ну, это я к примеру. HTTP, это тоже инструмент, который вам может пригодиться. Про протокол HTTP, HTTPS. Я думаю, вы сами узнаете. Это техническая такая часть. Сейчас расскажу, что нужно. Selenium IDE – это первый и на данный момент единственный способ автоматизации веб-тестирования. Это автоматизированное тестирование Selenium. Не единственное, а кто еще? Нет, нужно чуть побольше. Про Selenium? Не на этом заметите. Что она делает? Она кликает? Selenium имеет три вида. Есть Selenium IDE. Это, по сути, фоксовское настроение. Кстати, не платировали уже и на хром. Есть отдельное приложение. Самый элементарный уровень – это… Мы просто кликаем и записываем, что надо делать. Но это очень убогое. Так нельзя делать. Нужно, по сути, это мы пишем некоторый сценарий. Например, пройти регистрацию, допустим. И мы задаем параметр, что… Мы привязываем, грубо говоря, к верстке. То есть, что клик на вот этот, допустим, ну там table, допустим, если это table, то клик на вот эту ячейку table, на первый элемент вот этого значения, проверить, что картинка есть, ну что image в наличии, допустим. Дальше. Клик, переход. Ожидание перехода. То есть, я сейчас говорю на русском то, что я писала бы на Selenium. Ну, на его скриптовом языке. Следующий фрагмент – это клик на вот этот элемент, который означает вот логин. Он переходит туда. То есть, по сути, это полная подробная эмуляция ваших действий. Преимущество. Собственно, вместо того, чтобы сидеть кликать, вы запускаете тестирование и наблюдатель, который все самое делает. Мерутоз. Сейчас при регистрации нужно вводить все время капчу. Как с этим справляются, если пропустить автоматизацию нельзя? Никак. Да. Ну, то есть… Да, никак. Что это? Если у вас не используется супер примитивная капча, то ее можно автоматически распознавать, конечно же. Да. Вообще никак. То есть, капча она как раз сделана для того, чтобы… Ну, то есть, умные ушлые товарищи сразу заметили, что Selenium он может не только регистрировать, но он может создавать ботов, например. Вот. Ну, то есть, ты… Вот. Дальше такие моменты, если, например, есть сложности в Selenium. Например, если ты вводишь регистрацию, тебе нужно пройти процесс регистрации. Ты запускаешь тест регистрации, ты просишь, говоришь, ну, веди мне, пожалуйста, test1sobaka-mail.com. А второй ты ему говоришь, ну, веди какой-то пароль. Третий ты ему говоришь, нажми регистрация. А, собственно, все. Ты зарегистрировался. Ты увидел такую страницу, типа, спасибо, регистрация прошла успешно. То есть, ты смотришь, что текст корректный. Все, тест прошел успешно. Хорошо, если мы этот тест запустим еще раз. Он у нас выдаст твой положительный результат или нет? Такой… Если мы этот же, вот этот набор текст… Да, он гробнется. Он крашнется, он тебе скажет, что все, я начну его работать. Я не получу. Все смогу. Вот, нет, серьезно, так и сделай, потому что он сделал ровно то же самое, что в прошлый раз. Он вел тест 1 и получил уведомление. Спасибо, ребята, но такой лодин уже есть. А, оселение у меня еще в курсе об этом вообще машина. Вот, в таком случае там нужно написать дополнительное условие, что… Тест, я не помню, правильно, что начать. Ну, это отдельная лекция. Я просто сейчас компрентно автоматизация занимаюсь. Пишем, что значение, там, это плюс 1. Там, если такой текст уходит, то, 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 то делать, да? Ну, он не очень умеет делать else if. По-моему, примитивная версия IDE не умеет. Какие-то дополнительные настройки, там вообще отдельное запрограммирование выделено уже. То есть там все жестко. Вот. Но вообще… Да. Ну, то есть он… Проблема таких кейсов это в том, что если мы что-то поменяли, какой-то текст, где-то чуть-чуть верстку изменили, еще что-то где-то, то оно все… что-то уже не найдет и все. Да. То есть мы, по сути, занимаемся поддержанием этих автотестов. То есть мы сидим, пишем эти кейсы, мы смотрим, что они прорабатывают, мы смотрим, 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 смотрим. Потом проходит неделя, мы сидим, у нас рухнет, у нас свидетельно рухнет, а мы сидим, это баг? Или это все-таки кто-то что-то поменял? Может? Да. Вот эти все инструменты, я так поняла, для автотестирования? Нет. Нет. Потому что, видимо, что-то неправильно. А для… Это с селением, правильно? Смотри, с селением, да, для автотестов. Фаербак в любом случае понадобится даже ручного тестировщика. Опять же, смотри, это уже нагрузка. Настолько быстро загружается сайт, например, когда мы смотрим… То есть там все еще, там ты открываешь страницу загрузки, и там видно, за какое количество времени какие элементы подгрузились. То есть, например, ты увидишь, что целую минуту грузится сайт. Абсолютно реально, у нас был прецедент, что у нас сайт грузился и не тот. А? Точно. Я знаю, в слайде может полчаса грузиться. Даже 10 секунд уже много, по-моему. Да. Ты права. А минуты это же вообще… Да, а там может быть много причин. То есть, может случиться так, что какой-то умник взял и понавесил все возможные метрики гугла, которые считывают параметры, и они вот таким огромным грузом висят, и они подгружаются. 37 параметров. 37 параметров. Вот. Извините, я так вспоминаю в том случае. Либо может быть такое, что добрый дизайнер накрутил, нарезал оригиналы своей верстки, ну, на верстку, а верстальщик не подумал, не… это все как-то… взял и сверстал. И у нас, как бы, сайт весит, как хороший ПНГшник. Вот. И вот эти картинки, баннеры, они не адаптированы. поэтому не грузи, я черт не знаю, сколько ты сможешь увидеть. Какие именно? И почему? То есть просто наглядно. Вот. Заканчивается… Ну… В синтаксе с верстки разобраться очень просто. Даже я, не зная языков разработки, ну, то есть я их знаю, но тем не менее, даже я не зная языков разработки, я видела, в чем проблема. то есть почему у меня не прошел тот или иной тест. Так. Да, вернулась. Вот. То есть это было все видно. Да. Понятно. Ну, в общем, к этому я, думаю, вернусь чуть попозже. Изображение скриншота – ну, это приложение, которое позволяет делать скриншот. Когда мы… Я говорила, что мы… Нам никто на слово не поверит, я вам честное слово могу сказать. Поверьте мне на слово, пока вы не покажете скриншоты, видео снято, я как это сделала. Ну, никто не поверит. Вот. Просбраузерное тестирование. Смотрите. IE-Tester – это отдельная история. Заключается она в том, что Internet Explorer 9 работает только в Windows XP. Где нам взять Windows XP? И где нам взять Windows XP? Загрузить его никак нельзя. У нас есть режим эмуляции в настройках Internet Explorer. Настройки, выбор режима, Internet Explorer. Он не точно эмулярует. Могу тебе сказать точно. Вообще не точно. Окей. Вот. Единственный способ проверить оригинал – это вот сервис IE-Tester. Это браузерное приложение. Ну, можно зайти, мы обычно заглядываешь, глазком смотришь, там не совсем все плохо. Вот. Совет. Если совсем все плохо, я очень советую разработчику попросить сделать вверху баннер. И для того, что если кто-нибудь открывает браузеры Internet Explorer 6, 7, 8, было бы уведомление, типа вот, извините, что у нас все плохо, мы просто не поддерживаем версию браузера, пожалуйста, вдавите и установите на браузер. Вот. Это аналог более культурный этого. Ну, обычно я так и делаю. У нас тут такая заглушка или что? Извините. Вот. Мы это не тестировали. Изображение скриншоты – понятно. Граузерность – понятно. Сайт – так. Вот. Теперь самое интересное. Сразу прихожу к домашнему заданию. Домашнее задание будет заключаться в том, что сейчас есть два сайта. Насколько они довольно популярны, а у них написано на хабре. Они находятся в разработке. Я не знаю, принесут ли они вам прибыль, но это сайты, в которые вы заходите, вы берете проект, и вы там ищите банки. За каждый найденный банк вам платят деньги. Как раз. По фрилансу, да? Да. Это аналог фриланса. Это абсолютно аналог фриланса. То есть, идея прекрасная, очень надеюсь, что интернет разобьется. Она, конечно, несколько удешевит. эту профессию. Но, в целом, суть остается сутью, что есть заказчик, и на него пускают определенное количество людей. У каждого свой... То есть, ты в настройку указываешь свой браузер, мобильные ресурсы, которые ты используешь, и так далее, и так далее, и так далее. Ваша задача — заработать баблом. Я всем желаю именно этого. Вот. Собственно. Теперь про... еще немножко про... браузеры, что я хотела сказать. Держите все браузеры на компьютер. Загрузите все браузеры. Попробуйте посмотреть какую-нибудь страницу. Попробуйте посмотреть режим интернет-экспорт 6, как он выглядит там, и так далее, и прочие-прочие разрешения. Вот. Еще один важный момент. Это... мы обязательно тестируем... в процессе, когда мы тестируем верстку, мы ее тестируем на адаптивность. Я объясню, что это такое. Допустим, у нас есть сайт, и у нас вот такой вот... я не знаю, что там разрешение. Ну, вот такой... квадрат. Вот. есть ресурсы у Firefox, у Chrome, вы найдете, они есть в списке у меня, которые эмулируют разрешение экрана. 13 дюймов, 21 дюймов. Разные возможности есть вот такие мониторы при колбаске. Вот. Он все это эмулирует. Понятно для чего. Бывает такое, что столько некорректно выглядит те, что, например, огромная кнопка зарегистрироваться, ну, там, знаете, когда вот эти страницы, страницы презентационные, когда эти банны одностраничные, бывает такое, что там из-за того, что маленькое разрешение, мы не можем нажать кнопку зарегистрироваться, ради которой все это было сделано, например. Мы все это проверяем. Вот. Опять же, обязательная проверка всегда всех веб-приложений с мобильных устройств. Это просто вот прям святая святых наше поколение, что идеально, конечно, если ваша компания делает по первой версии сайта. Но, если этого не происходит, мы смотрим. Ну, просто смотрим, что все проскруливается, все функции работают вот так же. Вот. Вот. Сегодня, как раз, говорила. Вопросы? Все понятно? Ну, вы что-нибудь пробовали, тестировали что-нибудь такое? Ну, я пробовала еще программку тестировать, ну, как? Дестопное приложение, да. да. Программу, которую там студент писал. Ну, ну, в целом тоже куча ошибок вариантов и всего прочего. И, вот, то, что, собственно, в прошлом раз удавалось, тоже с полями регистрации регистрировалась, какие-то баги тоже нашла. Ну, ну, в общем, до конца писала. Интересно. Что еще хотелось бы по тестированию услышать, вот, относительно практических занятий, там, трудоустройства и так далее. Я, наверное, хотела, а, вот, я вам расскажу технические знания, которые с вас, так или иначе, будут требовать. Я вам очень советую, так или иначе, получить эти знания через интернет. То есть, мне, на самом деле, сложно для вас составлять лекцию, просто потому, что вот на этом этапе работы я уже действительно просто гуглина. то есть, ко мне приходил человек, и говорил, сделай это, 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 я запоминала те слова, которые я не знаю, и их гуглила. И все. Читала, разбиралась, ну, стажера, на что и стажера. То есть, им это позволено. Что от вас нужно знать, если это веб-тестирование? Вам нужно знать, даже если не веб просто, вам нужно знать, как правило, но не обязательно, не во всех компаниях, баш. Баш это... Линукс. Да не обязательно. Макос. Ну, да. Линукс, Макос, баш, либо командная строка Windows. На уровне, хотя бы на уровне перехода между папками, перехода, ну, да, например, какие-то данные поправить, если у вас там серверник ленивый, вам нужно будет зайти какие-то данные вбить в сервере, или посмотреть там, что у вас подгрузилось, что выгрузилось, вам нужно баш. То есть, вы заходите там, на какой-то сервер, вы к нему стучитесь, потом вы говорите, эй, человек, выгрузи мне вот это. Он тебя вгружает. Это не сложно. Это действительно не сложно. Второе, что вам нужно, ну, не знать, ну, хотя бы примерно понимать, это Штеймари. В смысле, как писать, да? В смысле, вы должны не впадать в истерику при виде кода. То есть, вы должны писать примерно, что мы, ты и там. Да, да. Более того, Firebug имеет еще такую классную особенность, если вы заходите там, допустим, начинаете наводить там, на какой-то отдельный элемент, он вас вот тут внизу выделяет в коде. То есть, вот конкретно, вы можете найти конкретно эту картинку в коде, как она выглядит. Вы можете выгрузить, если захочется. Более того, некоторые, ну, например, когда там какие-то данные нужно протестировать, вы можете вообще что-то вбить данные на вашей странице, они где-нибудь сохранятся, и будут ображаться такие, именно какие-то данные. Понимаете, да? То есть, вы, например, можете вход написать, ну, посмотрите, как это отображается. То есть, вы сможете зайти, допустим, провести такую проверку, что вот у вас заголовок, да, вы открываете Firebug, жмете найти этот элемент, нажимаете, и он вам в коде находит в этот текст. Он реально его находит, он открывает. Уберете, жмете на этот текст, и вводите, допустим, слишком юных. Ну, если нужна такая проверка. Смотрите, что ячейка тянется, что если кто-то заведет иный текст, то это будет выглядеть корректно. Например, такие тесты проводятся. Это надо знать, это обязательно надо знать. Что еще? Некоторые, далеко не все компании, требуют знания SQL. Это еще одна SQL, база данных. Я не очень понимаю, зачем, если честно, потому что я никогда не сталкивалась с SQL на своей работе, но очень многие вот требуют классовые знания SQL. SQL вообще, да ты элементарный шевелок тоже, это просто. То есть, ты говоришь, как с чучей. Тебе надо это сделать. Скобочки закрыли, иначе не поймет. Все. Он понял. Ну, понятно. Что еще нужно знать? Ну, вот для начала, да, это вот. А! Обязательно разбираться в веб-приложениях, в смысле, в внутренних интернет-веб-теориях. Знаешь, что такое HTTP, знаешь, что такое HTTP, как и ничем не отличается. Понимать, по какому принципу составляются вот эти вот оверал-адреса, ну, и так далее. То есть, теорию святую, ее знать надо. Это... Ну, это один предмет в институте, грубо говоря. Ну, один курс раз в неделю, максимум. Ну, по объему с практикой. По объему. Это несложно, это можно выучить, это можно выучить самостоятельно. Это все расписано, все очень мелко, на Википедии, очень подробно, пошагово, по пунктам. Это не проблема. Вот. Я вам советую, вот этот багаж нести перед тем, как вы пойдете, ну, как бы, осилить, прежде чем вы пойдете на список. вот. Вот. Ну, правда. Ну, правда. Ну, это даже может быть... Ну, на самом деле, вот, хотелось бы, может быть, как это... чтобы потом, ну там, в группе ВКонтакте записать просто вот, более конкретную... да, то, что вы сейчас дублировали. Я сейчас дублирую статью, которую вам сказали, да, я там продублировать четко, что, 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 что мне может не знать, может быть, даже в основном, я на днях была на этом... сейчас скажу... а на конференции первой своей жизни. По тестированию? Да. Я ходила... Нет, нет, это IT-конференция, этап встречного 5. Пятого, или суббота? Пятого, по-моему, было. Ну, до пятницы, да. Пятница. Я ходила... Нет, суббота, 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 да, суббота 6, на этом, на Петроградке. И как там было? Мне понравилось. А там много было? В первой половине, да. А потом все так резко ушли. Ну, в общем, я, там, пошла на доклад для тестировщиков, познакомилась с опытным тестировщиком. Он сейчас, кстати, переезжает в Москву работать на HeadHunter Устроился. А, он работает на ХХ? Сейчас он устроился на ХХ, да. Что он тестирует? А, я точно не знаю. Он знает телоскрипт, короче, не на этом суть. А, да, Gs некоторые требуют. Да, вот. В общем, я ему рассказала, что я только учусь, и что я еще никогда не работала, и он мне написал большое такое сообщение на почту, что нужно знать обязательно, и что будут спрашивать. Если хотите, я могу тоже вам прислать. Я не думаю, что он меня чем-то удивит. Можно поднимиться, например. Да, ты можешь это скидывать в общую группу. Я думаю, это будет куда полезнее. Хорошо. Потому что я-то постоянно мониториваю. Ну, то есть, независимо от того, ищу я работу, не ищу, я постоянно мониториваю с точки зрения... Да, Макати. Почему я это делаю? Я смотрю, какие новые технологии в тестировании появились, и требуются ли они. То есть, там, может появиться какая-то новая технология, она стала более популярной, поэтому требовали какое-то требование. Во-вторых, я слежу за аудиторией. Я смотрю, какая компания куда набирает, и если на протяжении трех лет одна компания набирает постоянно тестировщиков, это говорит о... это не очень хорошая вещь, но, знаешь, не стоит на компании тратить силу, потому что либо у нее большая текучка, либо у нее там... они не думают, что в течение трех лет идет активное развитие. Ну, например, Яндекс, да, он всегда набирает. Вот. Ну, в общем, есть какие-то проблемы, если компания постоянно ищет одну и ту же должность, которая вообще... Да, да. Ну, вот такие моменты я смотрю, и опять же, я смотрю, сколько я стою, грубо говоря. Ну, то есть, вот просто по сезону каждую, каждую осень цены на тестировщиков падают, если ты берешь тестировщик. Каждую осень? Да. Я не знаю почему. Каждую осень, и каждую весну снова цены напитают. То есть, нет, буквально... А, нет, в начале весны я буквально смотрела, средняя цена ежемесячного тестировщика было, что, 27 тысяч. И за мне будет, немножко. Вчера или позавчера я смотрела рынок. Ну, то есть, в Яндексе набираешь тестировщик. В Санкт-Петербурге средняя цена 47 тысяч. Была 55, была 20, как-то. то есть, вообще вот так главы. Да. Ну, после лета все возвращаются с отпуском, с каникулы, начинают устраивать. Спасибо, до свидания. Да, нет, это еще очень сильно зависит от политической ситуации, в том числе, потому что, да, потому что, когда начались вот эти все проблемы с... Русский человек почему-то считает, что тестирование это, ну... Ну и что, вы все это тестируете? Да, только сегодня услышала, что... А, только вот сегодня общалась с руководителем, который у меня вообще за человека первые полгода не понимал, говорит, ну а что там на кнопочке кликать? Ну чё, чё, чё? Это же так просто. Ну вот, как бы... Я даже на этой конференции уже столкнулась с этой темой. На первом кофебрейке я познакомилась с человеком из моей группы, тестировщиком, и мы пошли пить кофе, и с нами за столиком были два веб-разработчика. И они такие... Они такие, а вы кто? Мы такие тестировщики, и девушка так, украдик, просто ласково спрашивает, а что вы делаете? А зачем нужно? Я правда не понимаю, объяснить ему или чего нужно тестировщик? Нет, на самом деле абсолютно серьезно, когда я говорю, что я тестировщик, ну я говорю, специалист, тестированный, не важно, у меня смотрят зависимость продвинутости, те, кто не знают, я говорю, короче, контроль качества, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А это ты, это тут все? Я говорю, ну часть, ой, это так здорово, я говорю, да. Вот, ну то есть, да. Нет, я, честно говоря, удивлена, какое количество разработчиков недооценивает наш труд, я была этому удивлена, когда я общалась с разработчиками, общаюсь сейчас, стало лучше сейчас, разработчики сами тесты проводят. Ну, мне кажется, сейчас немножко ситуация меняется, по крайней мере, у меня много программистов, которые действительно как-то там, ну, не говорят зачастую, что, ой, у нас там тупые тестировщики, что они не могут сделать. тестировщики против разработчиков, это такая нормальная, да. Но в целом, то есть, что вообще тестировщики не нужны, такого как бы нету. Ну, либо, может, как бы у меня такая среда вообще. Ну, наверное, да. У меня парень разработчик, у него был проект, и он говорил, что, о, нам так нужны тестировщики. Вот, как правило, через некоторое время. Да, вот именно появляется. Ведь нам не так нужны, никто нам не даёт, потому что денег нет. Вот. И они мучаются сами, тестируют, даже дать хоть одного тестировщика. считается, что каждый может справиться, да, парень тестировщиков. Как раз, да. На этом месте мог бы быть неплохой тестировщик, расти и развиваться, но, русские люди почему-то считают, что, ну, разрывочки сами могут прилить. Да, сами написали, сами прилить. Ну, не могут, они так вот замылили. Я могу сказать, что, когда он целый день пырит на одной странице, он вообще еще не будет. Вот. Нет, я вам серьезно говорю, да, это проблема. Еще, какая проблема тестировщика. Вы с ней столкнетесь, если начнете практиковать, тестировщик ничего не производит. Я уже говорила, мы аналитики. Мы не можем поправить баг, мы не можем создать сайт, мы не можем его написать, мы можем прилить и сказать, тут, 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 исправить. Вот тут не соответствует ТЗ, вот тут такое-то, тут такое-то. Вот это срочно, это не срочно. То есть мы проводим анализ. И вот тот факт, что мы ничего не производим, в принципе, и в случае, если о нас никто не знает, особенно руководитель, это значит, что мы хорошо работаем. Если тестировщик, если никто не знает, это вообще существование тестировщика. Это значит, что он, ну, как бы, значит, он нужен. То есть, ну, значит, он хорошо поработал, значит, все хорошо. Вот. Но то, что ты не видишь свой результат, это сказывается. И еще такой момент. Если у вас слабая группа разработки, какими бы вы сильными тестировщиками не были, конечный продукт очень сильно будет хромать. Всегда. То есть вы, наша команда, вот-вот, вы именно должны быть командными. Это очень командная работа, это крайне командная работа. То есть, если хороший разработчик может там посадить в чёрт, присединить, крепать свой хороший код, например, если там другие моменты провязать, ну, хотя бы, тут у меня будет ничего. И он будет видеть, что да, они хорошо выглядят. То в случае тестирования все смотрят по результату. Вот. Если результат плохой, то результат плохой. Я не помню. А вот помните, вы рассказывали, что знания кода, ну, и вообще какие-то подковы в знании разработки, да, очень помогают при тестировании. Ну, в смысле, знания языка программирования очень помогает при тестировании. Да. Все верно. Это как раз то, о чем я говорила. Если вы, например, там, тестируя браузер, вы можете понять, по какому принципу выполнено вот этот шаблон, и вы уже видите, что... Ну, вот у меня недавно был инцидент, я решила протестировать работу другого отдела. Захожу на веб-страницы, все хорошо. То есть, ну, более, ну, как менее опытные ребята, соответственно, там. Я знаю, что они молодые, я их сама напирала. Вот. То есть, я знаю, что вот они не сталкивались с этим, с этим, с этим. Например, продукт вот уже лежит. Вот. Ну, еще не в продаже, но вот тут как бы сайт готов, можно с этим посмотреть. Я захожу на сайт, а там такая фишка у них классная, что ты скроллишь, и по мере скролл, да? По мере скроллинга появляется новый элемент. То есть, на начало чайник, потом, в основном, катывается. Ну, вот. И вот, по сути, по скроллингу идет вот эта анимация. Угу. Очень красиво. Офигенно. Я посмотрела и в кроме, и на тренд-эксплойер, и все очень няшенько. И увидит вот эту вот анимацию, первое, что я сделала, это полезло в планшетную версию. Да. Понимаете, да? Угу. То есть, вот, вот, мой опыт, я знала, что разработчик не сможет таким образом, таким образом реализовать вот этот скроллинг, симулировать этот скроллинг на мобильном приложении. Я знала, что с точки зрения кода это невозможно. Ну, или это возможно, но они не будут так-то, наверное, заваривать. Я еще немножко знала наших представщиков. Давайте так. Вот. Ну, вот. И это увидел. Например, при тестировании это сильно сократит время, если ты видишь, где именно, если ты можешь читать логи. Допустим, вот у меня, например, почему мне это потребовалось? У меня есть мобильное приложение, у меня есть серверная часть мобильного приложения, у меня есть бытовая техника. Я тестирую. Серверную часть я тестирую. Мобильное приложение. Притом на конкретном девайсе. Вот. Еще. Я тестирую конкретное железо. Что, где может быть баг? Баг может быть в железе. Запросто. Баг может быть связанный именно с конкретной моделью телефона. Запросто. Баг может быть в приложении. Баг может быть в версии андроида, которая установлена. Тоже запросто. Баг может быть на сервере. Кому писать? Кто виноват? Соответственно, вот эти знания, они мне помогают разобраться. Например, первое, что я делаю, я пытаюсь понять, не в железе ли дело. Я беру второй телефон, в смысле, другого разработчика. То есть, андроид, допустим, если цитирую андроид, я беру осеньку. То есть, я смотрю, на осень все проходит. Ага, значит, дело не в железе. Железо отрабатывает. Хорошо. Дальше начинаю смотреть. Беру там второй телефон или еще. И так далее. В итоге выясняется, что... Ой, я строчку закомментировала, извини. Ну, так, я условно говорю. Ну, в общем, и вот это тебе помогает очень сильно. Но это приходится опытом. Но я просто не просто так спросила. Почему? Я просто узнала ваше мнение на эту точку зрения. Просто был доклад на конференции. Он назывался «Зачем тестировщику уметь программировать?» А я знаю, на конференции ты думала. Мне только начальник в зону решила выходные ситуации. Ян Алексинка, по-моему, ввел. Знаете? Нет, мы знаем. В общем, когда началась лекция, полгруппы. Ну, начал лекцию с того, что он сделал два столбика, две колоночки, и спрашивал, как вы считаете, какие плюсы и минусы того, что тестировщик знает язык программирования. Вот. Просто там полгруппы его поддерживала, а полгруппы начали с ним ссориться, доказывая, что тестировщик не должен знать, потому что даже сами компании против этого, потому что хромает, получается, как бы смешно. Ну да, он очень скотлетный. Так называется «селизабилити» тестирование. Потом они боятся вот этого. Потом они боятся, что тестировщик станет слишком умным и уйдет от них. Да, это тоже нормально. Там они могут просить денег. Короче, очень много минусов. И, короче, они на тебе говорили, тестировщик своё место. Вот мы занимаем своё место, и нам нормально. Там ведущий просто потерялся. Прикор. Вот сказано, что тестировщик может стать очень умным. То есть он может стать разработчиком? Это вообще очень забавная штука. У меня ситуация была в понедельник. Вот буквально, как листа истории у меня. В понедельник. Я тут с разработчиком, айлэсовцем, едем, разговариваем. Он говорит, ну я вижу, тут молодец, во всем разбираешься, и чуть-чуть разработчик растёшь. Я так, что? Он такой, ну как, все же тестировщики идут тестирование, чтобы стать разработчиками. Я говорю, что? Ещё раз. Не, ну это же нормальная практика. Ну типа там, разработчикам больше платят, а вообще это куча. Говорю, нет. Нет, нет. Там было сказано с точки зрения, что тестировщик, он может... Уйти в разработчики там? Нет, нет. Умнее стать, в смысле пойти не согласен с разработчиком, что он его будет учить, как делать. Вот типа того и... Докладчик смешал мухи и котлеты. Это не докладчик. Это тестировщики в группе, которые сидели, они это сказали. Я объясню, в чём разница. Очень многие работодатели сейчас требуют функционального ручного тестирования, который писал бы им автотесты. Вот этого делать нельзя. Ни в коем случае. Именно по тем самым причинам, что замыливается... Какой смысл, если у тебя абсолютно так же, как у разработчика замыливается глаз? Понимаешь? По сути, ты программируешь тесты. Понимаешь? В том числе и Selenium, кстати. Настоящие Selenium разработчики не функционально тестировали. Не разработчики. Не совсем разработчики. И очень многие заказчики сейчас требуют... Это просто прям какая-то печаль, беда. Многие требуют, чтобы человек сам функционально тестировал, а сам писал автотесты. И вот вся вот эта проблематика, она возникает именно из-за этого. Но! Но! Если ты знаешь, как работает код, как он устроен, с чего он состоит, и ты функционально ручную тестируешь, да, это будет тебе полезно. Но мы же хотим всё и сразу. Вот. То есть, я уже рассказывала, есть несколько настроек. Есть ручной тестировщик, функциональный тестировщик. И есть тестировщик, ну, разработчик в тестировании. И у Google эта профессия настаивается. Как? Специалист по разработке в тестировании. Вот он пишет. Или автотестер. Ну, автотест пишет. Да, автотестер. Вот. То есть, ну, как-то так. Ну, то есть, я говорила, что профессия тестирования вообще не обширная. Есть люди, в которых очень важно, чтобы люди писали тесты. Это вот они из гуманитарных профессий. Очень важны лингвисты-переводчики. Это просто вот прям вот золотые люди, которые пришли с тестирования, зная другой язык. Потому что, ну, это надо. Зная язык не на уровне, там вот пишет разработчик. Потому что, time to try. Да. Вот. А потому что, потому что вот это все тоже нужно. Понимаешь? То есть, каждому свое. Да, я думаю. Ну, вообще, ну, победили. Кто? Ручные? Или автоматизированные? Кто? Кто победил в итоге? А я не поняла, что мы за ручные автоматизированные. Победили те, кто поддерживает точку зрения, что знания языка, наоборот, повышает коммуникация среди компаний. Вот. Чем, наоборот, разногласия относят. И, ну, в общем, победили. Не сказали, ладно. В каждой компании. Да, да, да. В каждой компании, в каждой компании свое. Кому-то требуется, кому-то нет. Но, если вы хотите расти, действительно расти, как специалист, это надо. Ну, это же тестирование серво-ящика. Уметь тестировать и как юзер, и как с помощью знания кода. Да, серво-ящик. Это, да. Нет, вот ты должен вовремя переключаться на black box, great box. Но это тоже, наверное, зависит от ситуации. Да. Ну, я к тому же, и белый, и черный нужно, мне кажется, просто уметь. Бело-интестирование белого вещика занимаются разработчики. Бело-интестирование белого вещика. Только они? По-хорошему, да. Ну, то есть, у них есть... А я думала, что тестировщики тоже занимаются. У них есть еще такое понятие ревью коды. Код-ревью. Расскажи, пожалуйста. Ты лучше расскажи. Ну, код-ревью, это когда вы, например, написали кусок кода, и вы просите своего коллегу посмотреть ваш код. И оценить его. Ну, да. Зачастую это делается до включения фрагмента кода в основной код. То есть, на этапе объединения нового кода с основной кодовой базой. Да. Ну, вот. То есть, ревью – это просто дать посмотреть. Код-ревью. 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 Код-ревью, да. Есть... Да-да-да. Есть такое понятие, как разработка через тестирование. Там есть терминология, она определенно называется. Есть такое понятие? Ой, да. Я знаю, я знаю. Я пробовала. Что, разработка или тестирование? Нет, я пробовала сделать автотест. Ну, это было, наверное, не влажное дело. Грубо говоря, сначала мы создаём тест. Да. Создаем тесты. А потом на основе этих тестов разработчик пишет продукт. Абсолютно серьезно. Это, кстати, довольно популярная практика. И я работала в таких компаниях, которые применяли. Но у меня есть свои минусы. Поэтому, как бы, не так часто, но довольно популярные. Вы мне дали понять, что это не очень хороший способ. И он, скажем так, в своё время был популярен. Вот. В общем, как-то так. Вот. Если на сегодня вопросов нет, тогда сегодня я вас не гружу домашним заданием. Всё. Что бы вы хотели услышать на следующем занятии? Мне уже дальше фигачить по десктопному, по мобильному приложению и так далее. И так далее. Или, может, какие-то аспекты взаимодействия с другими компаниями. В смысле, с другими сотрудниками. Взаимодействия с разработчиками и так далее. Вот это вам рассказать, объяснить. А что значит взаимодействие с разработчиками? А что это подразумевает? Да. Я объясню. Это подразумевает некоторую корпоративную культуру. Ну, это, наверное, какой-то сайм на этом главе было, по-моему, после, как раз, только после Бага, потом сучок про проекты, да? Да, по-моему. Я не помню. У меня уже всё перемешалось. Да, я не считала. Ну, как справляться с тем, что тебя там разработчик шрёт? Как отстаивать свои права? Вот это, вот это. Хорошо, да. Я не знаю, как всё на самом деле. Тогда я пробегусь завтра быстро по мобильным, по другим приложениям. Вам что-нибудь сюда для практики принести? Да. Принести. Хорошо. Всё. Давай. И обняла. Вот. Иногда если на сегодня... У вас будет так быстренько, да? На сегодня я закончу. Вот. Домашнее задание у вас, оно не чёткое, совершенно абстрактное. Я пришлю эту презентацию, пришлю вот эти два сайта конкретных. Ну, как, по-моему, чёткое задание. Работать по плану. Да. У нас его задание. Работать по плану. Чётче делать. Ну, блин. Я на самом деле, да. Я на самом деле понимаю, что вы не очень хорошо смотивированы. Потому что, поскольку уже пятая лекция, мы как бы ещё не сидим и не тестируем. Вот. Я бы уже локти грызла в лучшем месте. Поэтому вот вам задание. Зарабатывайте. Я не знаю, получится ли. Я, честно говоря, сама не смогла ничего заработать. Но потому что у меня не было времени. Потому что я работаю. У нас там заработки. Я, в общем, могу на сегодняшний путь. Вот. Вот. А там… Ну, то есть именно регистрируешься именно за деньги или можно так. Регистрируешь там бесплатно. Там зарегистрироваться – просто целый стук. Сначала регистрируешься. Будешь в próstник порой. Ты его подтверждаешь. Потом ты водишь откуда-то. Потом ты возишь какие-то дополнительные тесты. Потом ты возишь какие у тебя устрои話. Потом ты мониторишь, есть ли сейчас активные открытые проекты. Потом ты их берёшь. Потом ты получаешь подтверждения, если ты его не получил. Потом ты начинаешь тестировать, а они все, сука, тестируют быстрее тебя. Вот. Что объясняете? У тебя сайты, на которых нужно было вырабатывать? Да, да, да. Потому что есть проекты, которые бесплатно потестить. Всё бесплатно? Ну, т.е. тести сколько хочешь, найдёшь бак, скажи нам, мы тебе за это деньги. Ну, если ты нашёл не первый, то есть, да. Походьтесь, это создаёт некоторые азии. Вот, если знаете английский, попробуйте английский сайт. Хотите, маленький такой чуткот скажу, если на иностранном сайте вас просят обвести язычный сайт протестировать, то очень легко найти на русском сайте баки. Я так и делала. Но мне было лень заводить их. Плюс, мне не было времени заводить их, поэтому я оставила. Ну, т.е. это действительно не настолько крупные деньги, чтобы я сейчас на это отвлекалась. Вот, но вообще я знаю, что это работает, это реально работает, оно классное, там, об этом написано на хабре. Есть люди, которые, у нас есть разработчики, тестировщики, которые во время голубых безработиц подрабатывают именно так. Я, кстати, регистрировалась на какую-нибудь другую тестку. Просто с вами не трогалась сейчас. Ну, тоже очень долго регистрировалась. За то время, как регистрировалась, у меня уже там мазар прошёл. Вот, да. Вот, если вы это переживёте, то да. Вот ещё вопрос, вообще, хотите тестировщиком стать, это интересно? Да. С тобой понятно. Спасибо. Ясно, а смотрите рынок, есть сейчас что-нибудь? Очень мало. Да, смотрю. Я человек, который без опыта просто очень мало. Слушайте, на Кипере есть всегда. Кипер? Карьер. Кипер, я не помню. Карьер, по-моему. Очень много всего требуется. Например? Я вот даже могу сейчас открыть, что мне на почту постоянно приходит. На, читайте. Ну, ещё 15 минут, да? Ютест комьюнити. Короче, какой-то сайт. Ютест ком, что ли? Я Ютест. Ну-ка, скажи ко мне интерфейс. Ну, я... Ой, слушай, так это что-то. А, нет-нет-нет, слушай, да. Нужно попробовать Ютест, да. Вот оно. Да. Да, посмотри. Ну, соответственно, если вы найдёте ещё какие-то сайты, можно погуглить. Я просто помню, что их было больше двух. Но я нашла два самых популярных. Но вот Фиксер, он довольно популярный. Да, поспрашивайте по требованиям. Я вам могу рассказать, зачем. Кстати, вот ещё одно домашнее задание. Посмотрите, какие требования требуются. И можно прямо, знаете, попробовать вдруг понакидать. Я, если не отвечу в личку, то я отвечу на лекции. Ну, то есть, ну, когда смотрела, конечно, там было как-то вот очень мало. Очень мало. А вы знаете, что в Почта России достировщик появляется? Да, в вашем роде. Ну, почту платила. Как опыт, всё равно какая-то разница. Я держала тоже на почте. Ну, можно попробовать ещё поискать на всяких фриланс.ку, филанс.ру. Изначально всё-таки какие-то мелкие компания. Молая проблема для меня – это их требование о том, чтобы у меня было техническое образование обязательно. А высшее? Высшее? Да. У меня высшее, но не техническое. Какое у тебя есть? Умонитарное. 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 Ой. Умонитарное. 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 Умонитарное – знание немнодного языка программирования, у знания языка SQL. А это что за должность? Это тестировщик-стажёр. 10-15 тысяч. Мой вам совет. Если они требуют столько много, за 15 штук. Мой вам совет. Если они требуют обязательное высшее техническое образование, вы знаете, есть такое выражение за спрос не бьют. Вы шлёте своё резюме и говорите. Я тут немножко филолог. Культуролог, извините. Я тут немножко фильтуролог, но я тут вообще хочу. Кучу книжек прочитала, на всякие курсы. Опять же, возможно, есть вариант начать какого-то аплитаксера сайтов или ещё что-то. Оттуда подойти к маленькой компании. Какими-то такими окольными путями можно идти в тестировщик. Я вот человек, которому повезло, я изначально была тестировщиком. Очень многие идут на тестировщика. Из изотминов идут в тестировщики. Вот у меня нынешний был тестировщик. Из дизайнеров у меня был тестировщик. Из редакторов у меня есть тестировщик. Ну короче, тфига. Откуда я тут. Так что можно попробовать какую-то окольную. И в принципе, даже если вы пойдёте в какую-то маленькую компанию IT, ну хоть как-то завязанную на IT или имеющуюся сайт, можете сказать, а я вот немножко тестировщик. Так вы можете получить первый опыт. Вообще, кстати, может быть действительно сверить, мы посмотрим, какие вакансии имеются на тестировщиков, сколько. А вот вы бы посмотрели, сколько тестировщиков хотят на вакансии. А вот за этим несложно всегда было следить, это на хатхантрине. Ну да. За неделю. По-моему, должны быть за какой-то перемен. Но вообще сейчас рынок пуст. Даже я бы смотрела так. Рынок какой? Рынок тестировщиков. В Москве все хуже, чем в Питере. Кстати, совершенно нормальная практика. Крупные компании. Заработчиков в Москве, тестировщиков в Питере. Иди наоборот. Так используют Яндекс, например. Многие там, какие-то команды Яндекса. Это очень распространено у Касперска. Кстати, у меня есть вопрос. Мы насчет Яндекса говорили на вашем занятии. Насчет того, что они присылают тестовые задания на вакансию их. Они мне присылали, и там было что-то нечто невообразимое. Я не знаю, что они хотели. Я не хочу гуглиться. Для этого не нужно делать. Более того, у меня есть знакомые, которые сделали тестовые задания. Я зимой тоже сделала тестовые задания. Мне не взяли. Я написала, почему. В смысле как? Я смотрела, я полгода смотрела на тестовые задания. Сначала смотрела и думала, господи, я же ничего не понимаю. Я же не программист. Потом буквально построчно начала гуглить, выяснять. Я так не отправляла это тестовое задание. Но если бы я его отправляла, первое, что я написала, что у них бак формулировки. И для того, чтобы вывел где-то тестовое задание, нужно знать JavaScript. Не нужно его не знать. Как они пишут, для того, чтобы выполнить тестовое задание, нужно обязательно знать. Нет, там не нужно все-таки его знать. Потому что там действительно я его не знаю. Но я именно посмотрела, как бы разобралась в логике и все нормально. То есть мне в итоге позвонили, даже объяснили, почему мне не взяли. Почему? Нам сейчас нужен человек либо с техническим образованием, либо с опытом работал. Ну, я не знаю, может быть, что-то просто отмазка. У меня уже моя отмазка, да. Ну, сказали, типа, задание выполнило. Хорошо. 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 Я не понимаю. А ты можешь прислать с ним посмотреть? У меня не сохранилось. Там я отправила и... А в почте? В почте его не было точно. Ну, ты же отправила на почту? Нет, ты заполняешься на Яндекс сайте. Я не знаю, что я не видел. Я не знаю, что я не знаю. У меня с ней. Я не знаю.